Итак, смотрим. Первый пункт нашей классификации называется «Нарушение в построении предложения с причастным оборотом». Итак, причастный оборот. Начнем с него. Естественно, чтобы выполнять это задание, вам нужно уметь определять причастие. И особенно важно отличать его от дея причастия. Если в задании номер 17, посвященном причастным дея причастным оборотам, в принципе, отличать причастие от дея причастия не столь важно. Важно, но не радикально. То есть здесь очень. Вот смотрите. Нельзя забывать о героизме наших предков, сражавшимся за страной. Я кратенько буду записывать. Нельзя забывать о героизме наших предков. Сражавшимся за страну. Итак, перед нами причастие сражавшимся. Мы понимаем, что это причастие, во-первых, потому что оно отвечает на вопрос «какой?», «какие?» и так далее. Что делавший? Во-вторых, в нем есть суффикс причастия. Во-третьих, в нем есть глагольность от глагола «сражаться». И вот, собственно говоря, мы поняли, что есть причастие. Есть и причастный оборот. Причастие с зависимыми словами. Самое важное, что вы должны сделать, когда ищете ошибку, связанную с причастным оборотом. Это найти главное слово предков. Причастие всегда зависит от существительного или от какого-то слова в роли существительного. Чаще всего от местоимения, да? Еще. Итак, мы задаем вопрос. Нельзя забывать о героизме наших предков. Предков каких? Сражавшихся. Вот. Окончание должно быть таким. А оно вот такое. Соответственно, какой вывод вы делаете? Вы для себя можете сейчас прямо записывать предложение, потом распечатаете сам документ, но пишите себе прямо сейчас пояснение. Здесь что вы запишите для себя? Обратить внимание на окончание, да? Первое, что мы должны сделать, задать вопрос от главного слова и посмотреть на окончание. Ошибка может быть просто в падеже, да? То есть причастие будет стоять не в том падеже. Я надеюсь, все это записывают. Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все. Дальше. Я пока, если что, друзья, не смотрю на чат. Я сейчас разбираю первый блок, на чат не смотрю. И, соответственно, отвлекаться на него не могу. Если хотите задать вопросы, чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Второй вид ошибки. Второй вид проявления ошибки с причастным оборотом. Так, нас будет интересовать предложение номер три. Романы Терри Пратчета. Романы Терри Пратчета. Это мой один из любимых писателей, честно, и мои любимейшие его произведения. Значит, «Держи марку» и «Делай деньги». Я прочитала еще летом. Я прочитала посвященные жизни Мойста фон Литвега. Итак, опять. Допустим, вы нашли предложение, в котором есть причастный оборот. Вы увидели причастный оборот, посвященный жизни Мойста фон Литвега. Что мы должны сделать? Найти главное слово. Посвященный жизни Мойста фон Литвега это романы. Главное слово вот оно. В чем ошибка здесь? Причастный оборот стоит от слова очень далеко. Вопрос задается хорошо, да? Романы какие? Посвященные. Все в порядке. Форма нормальная. Но, при том, здесь я прочитала еще летом. То есть, очень много слов между ними, причем таких, от которых, ну, чисто теоретически, сам причастный оборот мог бы зависеть. Понимаете, в чем проблема? В том, что главное слово и причастный оборот, который от него зависит, должны стоять рядом. очень редко они могут стоять далеко друг от друга и желательно, чтобы между ними не было никаких существительных или местоимений, от которых причастный оборот теоретически может зависеть. Чтобы вот этой двойственности не было. Понятно? Итак, второй случай, второй способ увидеть эту ошибку. Это обратить внимание на расположение причастного оборота. Первый мы задавали вопрос и смотрели на окончание. Второе расположение причастного оборота. Он находится далеко. Вот. Второй способ обнаружить эту ошибку. Дальше. Предложение номер два про фруктозу нас не интересует, оно в принципе вот такой же вид ошибки содержит. Смотрим на предложение последнее. На предложение номер четыре. Желающий освободить Александр второй крестьян такой способ ошибаться самый частый. Желающий желающий освободить Александр второй крестьян что он сделал? Отменил крепостное право. ну что есть здесь на самом деле два допущения, но обратим внимание сначала на первое. Вот у нас причастие желающий суффиксирующий смотрим на оборот целиком. Желающий что сделать? Освободить желающий освободить кого? Крестьян вот причастный оборот целиком. Главное слово кто? Александр второй. Вот он. Александр второй. Главное слово стоит внутри оборота. Соответственно третий пункт. Главное слово внутри оборота. получается что вы должны сделать когда ищите ошибку с причастным оборотом? Вы должны найти все предложения в которых есть причастный оборот. Правильно? Правильно. Затем вы должны найти главное слово от которого оборот зависит. Ну и дальше обратить внимание задать вопрос посмотреть на окончание посмотреть главное слово не стоит ли внутри оборота. Для этого нужно увидеть оборот целиком. Ну и последнее конечно же обратить внимание не стоит ли оборот далеко от главного слова. Вот что вас интересует. Это первый тип ошибок вид ошибки с причастным оборотом связанные. В данной ситуации еще есть момент. Смотрите он отменил крепостное право. Глагол стоит в прошедшем времени. А желающий причастие стоит в настоящем. То есть нам нельзя нарушать видовременную соотнесенность глагольных форм данной ситуации. И лучше желавший отменил. Это же относится и к вашим сочинениям. Маленький малюсенький работа сочинением пытаясь находить у себя такие же ошибки это принесет вам огромную пользу. В принципе ошибки с причастным оборотом которые вы допускаете чаще всего вот эти.